Следующий враг человека называется злоба. Это не гнев, это другое немножко. Гнев — это вспышка. Злоба или зависть — это враг, который лишает человека перспективы жить. Ну то есть это когда ты кого-то не любишь. Постоянно. Вот в твоей жизни есть человек, которого ты всегда не любишь. И не хочешь, чтобы у него было все хорошо. Ты хочешь, чтобы у него все было плохо. То есть ты находишься под влиянием вот этого врага человека, который называется злоба. И результат — отсутствие возможности быть счастливым. То есть человек, который находится рядом с этим врагом, он все, он потерял все возможности в жизни. Часто бывает так, что ты проходишь, допустим, мимо лавочки возле подъезда, и там сидят бабки. И в это время они тебе расскажут все про тебя. Ты проходишь, а то есть они злобу эту проявляют ко всему, что видят вокруг. Понимаете? И вот эта злоба часто проявляется через неудовлетворенные сердца. И часто неудовлетворенность проявляется именно в пожилом возрасте, потому что пожилой возраст, он дает результат жизни. Или человек в пожилом возрасте становится мудрецом, или он становится критиканом, или злыднем. Почему? Потому что в пожилом возрасте или человек получает счастье от мудрости, или счастья не от чего получить, потому что сам по себе пожилой возраст означает несчастье. Ну и поэтому вот примерно вот так вот выглядит жизнь этого человека, который живет без богов в возрасте. И так далее. И сейчас, если вы как бы откроете компьютер, посмотрите в интернет, то вы встретитесь там с этими злыми бабками. Потому что все, что там видите, это просто вот это, которое приводит человека к злобе. Ну, за редким исключением, знаете. Какие-то хорошие такие новости, подвиги человеческие редко встречаются тоже. Но в основном все просто одни сплетни. Эти там изнасиловали, эти ограбили, эти подлость какую-то. Вот если человек подлость делал, он сразу становится известным. Понимаете, в наше время, не то что в нашей стране, в нашей культуре, в которой мы живем, это повсеместно. Стать известным, делая добрые дела, гораздо сложнее. Понимаете, об этом никто не пишет, не говорит. Но как ты только там кому-то оскорбил кого-то там, все, сразу же, сразу же ты как бы... А тебе тут же все знают. Понимаете? Смешно же, правда. Человека там надо наполнять добрыми новостями. Веда говорится, что когда есть злая новость какая-то, ее нельзя никому сообщать. Нужно сказать только тому человеку, который может это исправить. А если ты эту новость распространяешь по людям, ты порнишь их жизни, ты проклинаешь их судьбу. Потому что их психика, она контактируя с несправедливостью, наполняется злым духом, который называется злоба. И когда люди живут в злобе, знаете, какой результат? Они лишаются удачи. Напротив. Вот если человек в злобе живет, а особенно он оскорбляет святых людей, или правителей, допустим, или тех людей, которые делают добрые дела ему в жизни, от которых его жизнь завыстит, своих родителей, допустим, оскорбляет, то этот человек никогда не будет счастлив, пока не избавится от этих оскорблений. Понятно, да? Как это работает, сейчас объясню. Вот, допустим, вы ненавидите своего правителя, да? Вот вы едете в машине, вас останавливает милиционер. Он по запаху увидит, что вы чужой. Вот как же со собак, знаете, свой чужой. И он будет вас на полную катушку штрафовать, ненавидеть там. Но если вы любите старших в стране, вас останавливают, у вас есть защита. С вами ничего не сделают. Понимаете? То есть вот эта злоба, вот этот вот злой дух, он разрушает у человека нормальную жизнь. Понимаете, человек, когда всех ненавидит вокруг у него, и он, когда он видит, что его жизнь нормально разрушается, знаете, что ему единственное в голову приходит? Что есть какая-то система, которая портит людям жизнь. И дальше у него начинается вот это системное мышление. Там масоны всем управляют, там, или какой-то денежный заговор, там, богатых этих всех, и так далее. То есть надо что-то придумать, чтобы дальше всех не любить. И сейчас даже на уровне докторов наук люди вот находятся в таком сознании. Понимаете? Они постоянно ноют, ноют и ноют. Цель человеческой жизни — это бог, понимаете? И не то, что всех разоблачать, там, кто не так, что делает. Самый лучший способ всем помочь — это перестать ныть. Нужно наполнять страну, как бы, атмосферу позитивом. В этой связи, как бы, гораздо лучшее было время, когда люди вот думали о хорошем. Пусть они не знали о Боге ничего, но они, по крайней мере, знали, как правильно. И это было светлое время, понимаете? Но если люди постоянно ноют, ноют, ходят, это контакт с этими злыми духами. И постоянно люди потому несчастные, счастья у них нет в жизни, потому что они постоянно нацелены на плохое. Как правильно? Ну, примерно так. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Классно? Я сегодня бегал у вас здесь. Мне ветер такой, шквальный ветер дул в лицо, дождь лил на меня. Я был счастлив. Потому что это все стихии, они приносят счастье человеку на самом деле. Это неплохие стихии. И когда ты принимаешь эту энергию, допустим, ветра шквального, принимаешь на себя, то в тебя ходит сила побеждать беспредел. Ну, то есть она, вот ты принял ветер, никуда не денется эта сила. Она войдет в тебя и даст тебе возможность, если кто-то беспредел творит, то ты не выйдешь из равновесия. Ты ему вернешь эту силу назад. Так шквальный ветер действует на сознании. Оно приводит человека к возможности, чего хочешь преодолеть в жизни.